Проведение местных выборов, самопровозглашенных ЛНР и ДНР, угрожает Минскому процессу. Такую точку зрения канцлер Германии Ангела Мергель и президент Франции Франсуа Лан довели до Владимира Путина. Как говорится в официальном сообщении на сайте немецкого правительства, сепаратные выборы в регионах противоречат ранее достигнутым договоренностям. В свою очередь на сайте Кремля говорится, что Владимир Путин снять с Донбасса финансово-экономическую БЛАК. Депутат Верховной Рады Украины от партии БЛОК Петра Порошенко Дмитрий Андреевский заявил Эхо, что прежде чем делать заявление и требовать что-то от Киева, Россия должна выполнить сначала Минские договоренности. Я снял Калунин, да. Ну давай, я удаляю тогда сразу, да? Да. Юля, он не отвечает. Кто? Степаныч. Ну, значит, занят. А. СМС-ку напишите. Выполнить. Выполнить. Лидер Национального фронта Марин Липен раскритиковала санкционную политику Франции в отношении России у себя. В Твиттере Марин Липен пишет, что поддерживая санкции Евросоюза, встречает себя рынка сбыта в России. Вообще, по мнению Липен, вся санкционная политика Парижа в отношении нашей страны является ошибочной. В Твиттере Марин Липен Девист партии 5 декабря и движение «Солидарность» Борис Батый из-за преследования спецслужб покинул Россию. Он попросил политического убежища в Германии. Об обстоятельствах вынужденной эмиграции он рассказал в интервью «Радио Свобода». Обстановка в Ростове в 2014 году после известных событий в Крыму и начала боевых действий на Украине стала сильно накаляна. Общая обстановка ненависти, санекомысля, так называемой «пятой колонии», которую еще одновременно натравливали и телеканалы, и лично президент, не могла не сказаться в таком общем негативе и злобе в обществе. Когда мы проводили пикет антивоенный, на него пришли жители, или якобы жители Донецка, боевики и местные ООННОКОМ организацией называли. И в ходе того, что было непреклинутое нападение во время пикетов, предупредение милиции на участников пикетов, в частности, на меня, было совершено два нападения. Ну, это признак того, что злоба через края людей, приплеснули. Это идиское убеждение в войне. В России нет ни одного союза. По мнению активиста, при нынешнем режиме о возвращении на родину не может быть и речи. Губернатор Ульяновской области повздорил с журналистом. Находясь на субботнике, Сергей Морозов вырвал камеру у корреспондента газеты «Любан». Губернатор Ульяновской области «Любан». А что за акция была? Акция-то что за акция? Типа субботника что-то. Афонин рассказал, что следом к ним нашел помощник главы региона и стал пугать полиции. Ни губернатор, ни его пресс-служба инцидент пока никак не прокомментировали. Футболисты «Зенита» неожиданно проиграли самарским крыльям Советов в домашнем матче седьмого тура чемпионата России. Встреча в Петербурге завершилась со счетом 1-3. Тем не менее «Зенит» остается на второй строчке турнирной таблицы, а самарская команда поднялась на седьмое место с десятью очками. В следующем туре 12 сентября «Зенит» сыграет с лидером первенства, московским ЦСКА. Крылья Советов встретятся в тот же день с Саранской Мордовией. В Москве этой ночью 11.13, завтра днем в 18.20, местами небольшой кратковременный дождь. Александр Климов, служба информации «Эхо Москвы». А что у нас эта дверь открыта? Закрытие? Внимание! Добрый вечер, Юлия Латынина. Программа «Код доступа» 985-970-4545. Две важнейшие новости недели. Это, конечно, приговор Сенцову и освобождение Васильевой, как выяснилось. И вот, собственно, что я хочу сказать по поводу 20 лет, которых дали Сенцову. Два важных соображения. Во-первых, напомню, что Сенцов гражданин Украины. И он взят ФСБ на территории, которую международное сообщество считает территорией Украины. То есть, с точки зрения международного права, его дело ничем не отличается от дела Кохфера или Савченко. То есть, граждан, похищенных на территории, которая не принадлежит с точки зрения международного права России, и которых почему-то судят в России. Кстати, есть протокол 1-й к 1977-го года к Шеневским конвенциям добавления, который касается поведения вооруженных конфликтов, в которых люди сражаются против колониальной зависимости, чужеземной оккупации или российских режимов. И этим протоколом признается, что эти конфликты являются интернациональными конфликтами. А второе Сенцоу дали 20 лет за пожар, который приценил 1030 тысяч рублей ущерба и намерение взорвать памятник Ленину. У меня простой вопрос. Вот у нас только что какие-то казаки в Питере разбили Мефистофеля. Кстати, это не Мефистофель, а Шаляпин в образе Мефистофеля. До этого у нас гражданин Антео разбил скульптуру Сидура. То есть, вот и в случае Мефистофеля, и в случае Сидура, это же был не просто частный поступок. Это был некий стейтмент, некоторое политическое утверждение групп лиц по предварительному сговору с целью выражения своих убеждений. Ну, хорошо, вот у нас только что государство приравняло такой стейтмент к теракту. Ну, так а как у нас там насчет Антео и казаков? Я не к тому, чтобы дать им 20, я к тому, чтобы группе украинских патриотов, но дать тогда столько же, сколько казакам. Понятно, что это политическое решение, отрешение Путина. Почему такое решение? Видимо, чтобы торговаться. Потому что заложник должен дорого стоить. 20 лет это повышение стоимости товара, 2 года это мало, а вот 20 лет дороже. И, видимо, конечно, Сенцовым будут торговать так же, как будут торговать Кохвером и Лисовченко. Я уже говорила, что, к сожалению, Кремль поднимает под международной политикой торговлю заложниками. А поскольку другие государства понимают международную политику немножко другое, по-другому, то договориться будет сложновато. Потому что другие государства считают, что заложниками торгуют вообще террористы. И, к сожалению, боюсь, что еще нет проблемы, нет предмета договора, потому что, ну, в обмен же, к сожалению, не потребуют просто вот этих вот несчастных российских военных, которые сидят в Украине. Я думаю, что их уже списали в утиль. А потребуют, условно говоря, чтобы Соединенные Штаты отдали Украину Путину обратно. Они ее не могут отдать, потому что они ее не брали. Собственно, на этом можно было бы и завершить комментарии по делу Сенцова, но, к сожалению, у меня такое количество вопросов по поводу моего предыдущего эфира. Было такое бурление говну, что, честно говоря, изумилось. Что меня, правда, обрадовало, что не было никакого особого бурления в Украине. Брали у меня тут даже украинские телеканалы интервью. Вот у них как-то не вызвало особого отторжения мысли, что украинский патриот мог как-то прямым действием проявить свое отношение к аннексии Крыма. И, ну вот, у меня, собственно, нечем прибавить тому, что я сказала. Я сказала, что, с моей точки зрения, в защите нуждается не только Олег Сенцов, но все четверо обвиняемых по этому делу — Чирни, Афанасьев, Кольченко и Сенцов. Я сказала, что, с моей точки зрения, нет ничего невозможного в том, что группа украинских патриотов, которым не нравится, что Крым был аннексирован, решила выразить свое отношение к этому прямым действием. Я сказала, что для меня самое важное, что эти люди не планировали убивать людей. Это принципиально. Даже насилие над людьми они не планировали. В этом, скажем, они отличаются и от казаков, которые там уже кого-то били, и от НТО, который бил Костюченко. Ну, если вы очень хотите, квалифицируйте действия этих людей как хулиганство, ну вот пусть и Райт, как известно, дали двушечку за хулиганство. Но, наверное, даже с точки зрения российского государства, взрыв памятнику Ленину не может быть хуже пляски в краме. Не судили же, пусть и за терроризм. Значит, весь вопрос в том, кто был в составе этой группы. Вот, значит, никто не отрицает, что в составе этой группы были Чирни, Афанасьев и Кольченко. Чирни взят с поличным при покупке у студента химика взрывного устройства. Причем, собственно, даже никто... Это Чирний подошел к студенту, а тот побежал к ФСБ не то, чтобы ФСБ провоцировал Чирни на покупку взрывного устройства. Весь вопрос в том, был ли в этой группе еще и Олег Сенцов, человек, который был участник Майдана, был патриот Украины, который возмущался российской аннексией, который был знаком с этими людьми. Чувств по поводу того, что произошло с Крымом, не срывал. Следствие утверждает, что да, был, потому что Чирни и Афанасьев показали на Сенцова, а правозащитники утверждают, что нет, потому что Сенцов кинорежиссер вообще. Каждый думает, что патриот Украины мог взорвать памятник у Ленину, слуга кровавого режима и сливной бачок ФСБ. Я согласна, что улики против Сенцова очень невелики. Ну, в общем, знаете, против любого организатора они будут невелики. Ну, вот представьте себе такую удивительную вещь, я не знаю, может ли это когда-либо случиться, но вот представьте себе, будут сидеть организаторы убийства Немцова. Будет ли наша общественность с пеной в рта говорить, что да, на него нет ничего, кроме показаний этих людей, с которыми у него нет ничего общего, он едва знаком. Я сказала то, что хотела сказать, что я не нахожу невероятным, что патриот Украины, находясь на территории, которую он, весь мир, и весь мир, собственно, кроме России, считает незаконно аннексированной территорией Украины, решил выразить свое отношение к этому событию прямым действием. И что, могли ли они оговорить Черни и Афанасьев Сенцова? Ну, конечно, да, могли, наши чекисты все могут. Но вы знаете, что меня тут смущает? Ну, вот если бы выбивали показания, ну, давайте уж тогда выбивайте показания на то, что Сенцов сразу хотел взорвать весь Симферополь. Ну, давайте же он там хотел Путина убить, еще не знаю что. Ну, уж подделывать так подделывать, либо, а что же у него выбивали показания, что он чижика съел? Кстати, в этом смысле я должна сказать, что в этом смысле очевидно, что дело это халтурно сработано, если Сенцов действительно виноват, потому что надо было тоже брать его с поличным, надо было там слушать всю эту группу. Ну, видно, что действительно делом занимались, как всегда, у нас дебилы, они не имеют простейших навыков оперработы, потому что, в общем, в тот момент, когда к ним прибежал, конечно, этот студент, который заложил черния, который просил у него взрывное устройство, я сейчас безотносительно моральных оценок, да, кто кого что аннексировал, я просто с точки зрения доказательств. Ну, наверное, надо было тогда слушать всю эту группу, если эти люди хоть как-то именуются быть профессионалами. Они должны были, так сказать, а если уж они не сделали своих профессиональных вещей, ну, коль скоро они опозорились, они должны были понять, что Сенцов доказывается плохо, и выпустить его или оправдать на суде. То есть, кстати, я обращаю ваше внимание, что если Сенцов был член группы, то половина того, что сейчас, ну, не половина, там, десятая часть того, что сейчас хлебает Российская Федерация, да, это вот еще вопиющий непрофессионализм этих чекистов, которых надо просто за это дело уволить на месте, да, которые втравили Россию в такой позор. Но, к сожалению, у нас вот все эти люди, которые втравливают Россию в такой позор, что в деле Сенцова, что в деле Савченко, да, где уже, ну, всем абсолютно ясно, что она не находилась в этот момент, что в тот момент, когда были убиты журналисты, она уже была арестована. Я уже не говорю о том, что в отличие от Сенцова-Савченко комбатант, да, она солдат, она имела право стрелять против тех людей, которые действительно являются террористами, потому что они стреляют на территории чужого государства. Да, но просто вот тот факт, что она заведомо не могла совершить даже то, в чем ее обвиняют. И, в общем-то, наверное, было бы как бы логично вот тех людей, которые втравили Россию в такой позор уволить. Но одна из причин, я думаю, по которым Россия довольно быстро движется к катастрофе, это не просто вопиющая некомпетентность всех этих органов, а она еще и связана с тем, что эта некомпетентность поощряется. То есть если человек делает какую-то глупость или гадость, то его продвигают на следующую должность, а потом по всему этому отвечает Россия. И все это объявляется не глупостью или гадостью, а все это объявляется, так сказать, большим достижением. Ну и второе, что я могу только повторить, что в XIX веке было принято на суде заявлять о своих убеждениях. Вера Засулич не говорила, я не стреляла в Трёпова, объясняла, почему она это делала. Сейчас, со временем Сака и Ванцетти, другая модель. Анвар, а-ля Ваке, объясняет, что, конечно, башни-близнецы надо взрывать, но американцы их взорвали сами. Какой-нибудь Квачков рассказывает, что да, Чубайса надо убить, но он, конечно, Чубайса не трогал. Сенцов говорит, что, конечно, надо не бояться и протестовать, но он сам ни в чём не участвовал. Ну, мне поведение Засуль, Вере Засулич, кажется лично более героическим. И как бы, да, мне кажется немножко странным вот эта вот логика. Да, вот Крым, да, вот с точки зрения либерального сообщества там Крым аннексирован, это несправедливо, но если кто-нибудь утверждает, что кто-нибудь по этому поводу что-нибудь сделал, то, так сказать, это совершенно невозможно, а это может утверждать только агент ФСБ. Ну, единственное, что я тут могу сказать, что у меня, слава богу, мозги устроены иначе, и мне не придёт в голову, например, считать, что те люди, которые пишут про меня, что я сливной бачок ФСБ, что, да, это платные тролли, которые няняты ФСБ, чтобы скопрометировать замечательную правозащитницу, или я не правозащитницу, а что там же замечательного журналиста Юлию Латынину. Но, к сожалению, по-разному устроены в мозге у тех людей, которые объявляют истины в последней инстанции, и тех людей, которые пытаются сомневаться и думать. 985, 970, 45, 45, ну и последнее всё-таки уже договаривая о Сенцове, я хочу сказать, что это вот одна из тех случаев, когда становится стыдно, мучительно стыдно за свою страну, позорно стыдно. И понимаешь, что это неостановимое скольжение к чему-то гораздо более страшному. Это, конечно, ещё не 1937 год. Это было бы совершенно несправедливо говорить, что то, что в России... Ну, странно, сидя в студии «Эхо Москвы», рассуждать, что это 1937 год, потому что это просто постыдно было бы кощунственно по отношению к тем, кто погибал в 1937 году. Но нас становится... Я об этом буду рассуждать во второй части передачи. Становится довольно страшно, когда ты понимаешь, что эта дорога, в общем-то, идёт в один конец, и что от процессов промпартии мы потихонечку доберёмся и до процессов... Мы можем добраться до ситуации с Троцким или с Бухариным, потому что по мере того, как будет ухудшаться экономическое положение, оно будет ухудшаться, количество врагов, с которыми надо будет бороться, пиаром и иным методом, оно всё время будет возрастать. Население надо будет поддерживать в тонусе. 985, 970, 45, 45. Ещё одно громкое событие на этой неделе — освобождение Васильевой. И вдруг выяснилось, что у нас кто-то в России есть люди, способные огорчаться, что человека освободили из тюрьмы. Это меня, конечно, потрясло. Меня очень порадовало то, что написал Кодорковский. Кстати, Каспаров совершенно правильно написал по этому поводу, что это такой сигнал путинской элите Кодорковского, что типа вот если мы придём к власти, мы вас не будем вешать. Я, конечно, считаю, что Кодорковский совершенно правильно его подал, потому что при всём моём личном желании, да там вот, знаете, давайте отомстим за всё, не забудем, не простим, вешмир насилием и разрушим, к сожалению, это контрпродуктивно. Это глупо. Других чиновников для нас у вас нет. И вообще-то в мире ещё не было никогда, чтобы в начале с чистого листа и всё замечательно получилось. Да, это внутренне очень комфортная позиция, на ней там, вот сейчас мы, весь мир насилия разрушен, а там вот сейчас все эти негодяи будут в аду мучиться, но это не реалистическая позиция, потому что, поверьте, далеко не все чиновники и идиоты. Многие из них понимают, что происходит лучше фейсбучных хомячков. Тут нет общих рецептов, но я замечу, что, например, даже Шаакашвили начинал при Шаварнадзе, а Дан Сиапен начинал при Мао. В этом смысле нынешняя стратегия Кремля всех зачистить, полностью зачистить политическое поле, она как раз, собственно, и связана с тем, что в Кремле заметили, что оранжевые революции, они происходят не тогда, когда всех вычистили, а тогда, когда есть какая-то оппозиция, и она приходит к власти достаточно вполне легальным путём. Теперь я, собственно, поговорю о Васильевой без оглядки на политические нужды. Как я уже сказала, я не понимаю людей, которые считают, что у Васильевой надо оставаться в тюрьме, потому что, знаете, как в анекдоте. Помните, сидит декабристка в 17-м году старая и спрашивает, а вот куда бегут все эти люди? Мадам, они хотят, чтобы не было богатых. Как странно. А мы в своё время хотели, чтобы не было бедных. Я думала, что правозащитники — это те, которые защищают сидящих, а не те, которые хотят посадить свободных. И начну с того, что, конечно, я сильно отличаюсь, видимо, от большинства по взгляду на Сердюкову. Я считаю, что это был единственный реформатор армии, который у нас был. Я сейчас отвлекаюсь от её подвигов на поле боя с Юксом. Типа он там... Как-то я помню, несколько лет назад сказал, что он выиграл единственную войну, которую вел Путин, это войну с Юксом. К тому сейчас это устарело, потому что, к сожалению, мы уже две войны с тех пор вели. Но всё-таки я напомню, что российская армия была наследница советской массовой армии сталинского времени, созданной для мировой войны, и поглощавшая просто невероятное количество ресурсов страны, и также устаревшая морально и материально, и как угодно, как, условно говоря, иначары в Итаманской империи. Это была армия, недостаточная, чтобы одерживать победы и даже защищать страну, но достаточная, чтобы влечь эту страну в пропасть. И когда пришёл Сердюков, ну, допустим, у него был генштаб, и он спрашивает, сколько в генштабе трудятся человеки, ему говорят, 10 тысяч. А Сердюков, он же финансист, он же бюрократ, он берёт количество площадей, которые занимает генштаб, делит это на 10 тысяч. Говорит, извините, ребят, не получается. Получается, что каждый человек имеет тут у вас аппарат, имеет тут у вас кабинет 200 метров. Ему говорят, а, ну вот ещё есть аппарат генштаба, это тоже 10 тысяч. Сердюков опять говорит, что всё равно не получается по метражу. А, ну у нас ещё типа есть тут служба поддержки аппарата генштаба, и в ней ещё 20 тысяч работает. И так далее. Вот эти там 30 тысяч лишних человек, большая часть которых была уволена, это полковники генерала Арбатского военного округа, которые нужны стране, как рыбкий зонтик. Ну, представьте, что они говорили про Сердюкова, когда их вычистили. Ну, примерно то, что полицейские, которых уволил Саакашвили, которые рассказывали, вот какой ужасный Саакашвили. Я могу вам привести только один пример чудовищной неэффективности советской армии, потом российской. Как-то мне его приводил Виктор Суворов. А почему у нас была система противоракетной обороны вокруг Москвы? По идее, она, конечно, происходила от того, что мы в своё время готовились первой к нанесению ядерного удара. То есть, когда мы с США подписали соглашение о противоракетной обороне, то они выстроили свою систему противоракетной обороны вокруг того места, откуда должны были запускаться ракеты. То есть, это оружие возмездия. Чтобы, если по США нанесли удар, то ракеты бы точно всё-таки успели взлететь. Мы, соответственно, и это очень хорошо показывало, что мы собирались наносить теоретически именно первый удар. Мы, соответственно, пытались защитить не ракеты, которые есть оружие возмездия, а мы пытались защитить от ответного удара Москву. Но это было чисто теоретически. А практически это всё превратилось в то, что вокруг Москвы были отчуждены огромные земли под нуждами обороны. Это была логика бюрократии. Эти земли освоить. У нас у армии были цементные заводы, у нас у армии были гинекологи-генералы. Собственно, у нас сама идея армии была. Массовая армия Первой мировой войны, которая на бумаге есть, а вот в реальности она или нет, или она функционирует не так. Это очень... Состояние этой армии мне, знаете, напоминало всё время... Есть такая штука на Тетию Адегнитату. Это список, римский список начала пятого века, естественно, известный в более поздних копиях, о том, где кто, какие части стояли и кто им возглавлялся. И по этому списку получалось, что в римской армии в начале пятого века 635 тысяч человек служат. Учитывая то, что каждый раз, когда, например, человеку, которого звали с Телехон, когда на него в очередной раз нападали готы, надо было пересекать Альпы и набирать людей на границе Рейна, чтобы сражаться с этими готами Алариха, ну, очевидно, что никаких 635 тысяч просто не было в природе. Вот всё это надо было реформировать, надо было продавать, закрывать. Не надо было нам 110 академий, 107 училищ, да ещё лучших особняках Москвы. Всё это было продано и реформировано. У нас был, остаётся, безумный ВПК, и Сердюков был единственным министром обороны, который попытался как-то привести это ВПК в чувство, покупать иностранные мистрали. Помните его заявление, что они купят иностранные танки, потому что то, что предлагает им «Уралвагонзавод», во-первых, стоит дороже, а во-вторых, хлам и старьё. Теперь, заметим, всю эту историю отыграли обратно, но мистрали они сами плыли из-за Украины. А что касается тех же самых танков, то вот у нас теперь грандиозный проект «Армата», который неизвестно, сколько миллионов будет стоить, но главное, что эти деньги будут освоены. А, наконец, не забудьте, что при Сердюкове очень сильно ослабла дедовщина. Это у нас при его предшественнике Сергея Борисовича Иванова. Помните, когда у рядового ножки отвалились, то, да, там, так сказать, Иванов разводил руками и говорил, а мне не докладывали. То есть это был такой сигнал, что можно делать с солдатами всё, что угодно. А спросите солдатских матерей. А оказалось, что при Сердюкове вполне успешно можно бороться с дедовщиной армии. Если рыба не гниёт с головы, то она и с хвоста не гниёт. Это всё плюсы Сердюкова. Минус был огромный, потому что у Сердюкова, на самом деле, не было мандата общества на реформы. Он был плоть от плоти режима, поэтому всё продавалось своим. Но вот невозможно на ёлку сесть и съесть ёлку, и влезть на ёлку. И вот была, с одной стороны, ненависть генералов, которых обнесли на этом празднике жизни. Она была не потому, что Сердюков что-то там налево стащил, а потому что он не давал им тащить налево и вообще отбирал у них статус. А с другой стороны, у этой ненависти было сырьё подлинное, не придумало, потому что... Ну вот это, знаете, как при Саакашвили, очень любила оппозиция говорить, что, знаете, у нас коррупция верхушечная. Что было, собственно, враньём, потому что коррупция не бывает верхушечная. Если наверху коррупция, то и внизу коррупция. И, соответственно, невозможно реформировать, когда... Невозможно быть реальным реформатором, когда одновременно пытаешься удовлетворить, скажем так, свои интересы. К тому же, я думаю, что Сердюков не мог проводить те реформы, которые хотел до конца, потому что, так сказать, если бы он, скажем, попытался создать в этой армии верное себе подразделение, наверное, вся армия бы замолкла. Но там тогда бы перед Кремлём замаячила опасность, что его сейчас у нас будет в России военный переворот. Заметьте, что Владимир Владимирович очень заботится о том, кто у нас возглавляет армию. У нас никогда военные армии не возглавляли. В какой-то момент Путин сдал Сердюкова. Я считаю, что при всех минусах Сердюкова по сравнению с Якуниными и Ротенбергами, мы никогда не слышали от Сердюкова о духовных скрепах, о врагах гугли, о финансовом заговоре. И здесь начинается особо грязная часть этой истории, потому что Путин сдал Сердюкова не потому, что он был один из самых непопулярных фигур, даже более непопулярный, чем Якунин сейчас, но и потому, что кто был Сердюков-тесть, взять Зубкова. А где взяли его, взяли его в квартире Евгении Васильевой. И Васильева сидела, с моей точки зрения, да пусть совсем чуть-чуть сидела, не потому, сколько чего и через нее прошло, а за разрушение сопружеских ус. Я не знаю такой статьи УПК. Я считаю, что люди, которые, в общем-то, манипулируются врагами Сердюкова, которые были враги, не потому что они боялись за Родину, а по каким-то очень мерзким и личным причинам, что это, ну, как бы сказать, ну, не очень корректно. 985-970-45-45. У меня осталось совсем немного времени перед новостями. И еще одна история, которая у нас на этой неделе приключилась. У нас певец Иосиф Кобзон поблагодарил Путина за то, что тот сделал ему медицинскую визу в Европу. Напомню, что Кобзон внесен в санкционный список. И я позволю себе напомнить, что это тот самый Кобзон, который заявил, что вместо того, чтобы собирать валюту и вылечить ребенка, можно быть по целесообразнее, по приоритетности собрать средства и помочь Крыму. Насколько я понимаю, недешево будет стоить лечение Кобзона в Европе. Я предлагаю господину Кобзону, как настоящему патриоту, отказаться от денег на это лечение, лечиться в России за бесплатно, сдать свою визу, а деньги отослать в Крым. Перерыв на новости. 19.30 в Москве. В студии Александр Климов. Новости. В Одессе потушен крупный пожар. Огонь охватил 22-этажный дом в курортном районе Аркадия. Пострадали двое спасателей. К тушению на площади около 1000 квадратных метров было привлечено 20 единиц основной и специальной техники, 80 человек личного состава. Австрийская полиция спасла 26 нелегальных мигрантов, едва не задохнувшихся в грузовике. В подозрительной машине, которую стражи порядка остановили во время патрулирования, оказались беженцы из Сирии, Афганистана и Бангладеш. Их состояние было критическим из-за обезвоживания. Полиция задержала перевозчика. Им оказался 29-летний гражданин Румынии. По данным правоохранительных органов, заметив полицию, он пытался оторваться от преследования. Председатель Европарламента Мартин Шульц заявил, что конфликт вокруг распределения беженцев в страны Европейского Союза происходит из-за недостойной игры и провали в действиях отдельных европейских стран. Как передает немецкая волна, Шульц сказал, что ряд стран уклоняется от ответственности, блокируя выработку общеевропейского решения. Он призвал эти государства принимать больше мигрантов. Речи о провале политики всего Евросоюза, по мнению Шульца, не идет. Между тем, премьер-министр Словакии Роберт Фитцо очень жестко отозвался о миграционной политике Европейского Союза. Он считает, что Европе грозит неконтролируемый прилив беженцев со всего света. Как сказал словацкий премьер, европейская политика в миграционном вопросе абсолютно не сработала. Мария Кучина завоевала вторую золотую медаль сборной России на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Пекине. Рассказывает Наталья Калугина. В субботу 22. В субботу 22. Рассказывает Наталья Калугина. Суд над Ольвом, япунам, учителем труда, обвинённым в хищении государственного имущества СССР. 1958 год. Такова тема воскресной программы «Не так». Наш гость – историк Алексей Кузнецов. «Не так». Воскресенье. Сразу после полудня. Эпоха просвещенного патриотизма. Какие знания нужны школьникам в сегодняшней России? Такова тема программы «Родительское собрание». В это воскресенье после 13 часов. На собрание вызываются научный руководитель Института проблем образовательной политики Эврика Александр Адамский, директор Центра образования «Царицыно» номер 548 Ефим Рачевский и журналист «Мама» Татьяна Малкина. «Родительское собрание». В воскресенье после часа дня. Внимание! В воскресенье после 19. Гонопольская. Итоги недели без Евгения Киселева. Гонопольский секта Москвы. Да, но он доел всем. Да, это воскресная программа, в которой вместе с коллегами мы подведем итоги недели. О, заговорил Гонопольский? Подлец ты! Это итоги без Киселева, но он будет. Будет герой недели и диско недели. Будет главное незамеченное событие. Будет цитирован какой-то фейсбучный хомячок. Два лошица и подлеца. Гонопольский и Нарышкин. И два замечательных человека. Евгений Киселев и Алексей Соломин. Весь коллектив заметят. В воскресенье в 19.00 на Эйке, Москвы. В ближайшем выпуске программы «Точка». Тема передачи «Перенос персональных данных в Россию». У нас в гостях интернет-эксперт Антон Инкуров, редактор отдела медиагазеты «Ведомостей» Ксения Малицкая и обзыватель «Синус» Игорь Королев. В воскресенье после 22 часов и «Точка». Добрый вечер, Юлия Латынина «Код доступа». Часто меня тревожит мысль, которая, наверное, тревожит и многих моих слушателей. Часто ли такое случается с культурами, как та трагедия, что ли, которую переживает сейчас Россия? Насколько часто такое бывало в истории? И, собственно, чем всё это заканчивается? Кстати говоря, об этом мы более подробно поговорим завтра с Александром Невзоровым в Санкт-Петербурге. По-моему, у нас запланировано выступление на Фонтанке. У Катерины Гордеевой нас позвала в 3 часа дня. Называется это «Гибель империи». Но, естественно, мы будем рассуждать не только о гибели империи. Но это я так в качестве рекламного, в качестве рекламы. А сейчас я, собственно, хочу для затравки рассказать маленькую историю, которую я давно хотела рассказать, когда выйдет в свободное время, потому что она, конечно, более вечная и, мне кажется, более типологически важная, чем масса маленьких вопросов, которые мне тут задают. Я эту историю, если можно, начну с потрясающего сего документа, который называется «Житие святого Северина». И вот Карл Юнг как-то заметил, что литература служит бесценным источником для психоанализа. И он, я имею в виду, сказал Карл Юнг, за разумеется, плохую литературу. И вот «Житие святой Северина» полностью подходит под эту дефиницию. И бесценное значение состоит в том, что его автор вследствие крайней скудости воображения поступил очень просто. Он просто взял все или многие реальные события, происходившие в римской провинции Норика второй половине пятого века, ну это современная Австрия, и прессовый купил каждому из них по чуду, совершенному святому Северином. И список чудес в результате вышел примерно таков. Городок Астуриес в Норике был уничтожен гунами, это теперь Клаустерный Бург, это пригород Вены, а чудо, совершенное святым Северином, состояло в том, что он это предсказал. А наоборот, городок Магенес, это нынешний Тульн, он проповедями святого Северина не пренебрегал, оказал святому всяческий почет, поэтому варвары, нанятые городом для защиты других варваров, поссорились между собой и чудесным образом перебили друг друга. А городок Фивианис, это сейчас Маутерн на Дунае, был ограблен варварами, а чудо, сотворенное Северином, заключалось в том, что он приказал военному трибуну, который после стал епископом, организовать удачное преследование. А король Ругов, лакитей, обитавший в этих местах, враждовал с готами, однажды готы захватили в плен его людей и его скоты, и чудо, совершенное святым Северином, состояло в том, что он предсказал королю Ругов не преследовать готов, ибо они устроили ему засаду. А еще у этого короля Ругов, вернее, у его сына, была жестокая жена, она сурово выбронила святого Северина, который пытался ей помешать забрать в рабство нескольких римлян, и чудо, совершенное святым Северином, на этот раз состояло в том, что ее ребенка тут же взяли в заложники. Это сделали какие-то мастеровые, которые мне платили денег, и жена короля сразу все поняла, извинилась перед святым Северином, и поняла, что это ей за оскорбление, нанесенное ей слуги Господа. Римлян в эти дни постоянно угоняли в рабство разные варвары, и чудо, совершенное святым Северином, состояло в том, что однажды он дал денег на выкуп полонянина, и совершенно точно описал человеку, которому он дал деньги, как должен выглядеть пленник. А монастырский привратник один пошел собирать плоды в двух милях от городка Фивайниса, был там пополонен разбойниками с комарами, а чудо, совершенное святым Северином, состояло в том, что он это предсказал. И еще одно чудо случилось в местечке Кукурис, это нынешний кухль в районе Зальцбурга, там весь урожай пожрал с ранча, и жители городка пригласили себе святого Северина, который, разумеется, велел молиться, и вот один человек не стал молиться, а пошел собирать урожай. А чудо заключалось в том, что когда все пришли на поле, то оказалось, что те, кто молились, у них урожай уцелел от саранчи, а вот тот человек, который вместо этого пытался работать, то его урожай, конечно, пожрали. Ну или вот городок Тибурния, его осадили готы, чудо, совершенное святым Северином, состояло в том, что жители этого городка пожалели отдать святому Северину Дестину, и разгневанный святой предрек, что городок уничтожат. Вот, что так и случилось. И вот еще замечательное чудо. Солдаты охраняли городок Батавис, это нынешний посоль в Германии. Они отправились за причитающей им платы в Италию. Посланцы этих солдат были убиты на обратном пути. А чудо, совершенное святым Северином, было в том, что он узнал о случившемся в видении. Ну и последнее чудо, которое я хочу рассказать. Когда Батавис был стер с лица земли королем Гунемундов, королем Свилов, опять же, чудо, совершенное святым Северином, состояло в том, что он это предсказал. И особое чудо заключалось в том, что перед этим жители Батависа позвали святого Северина и хотели, чтобы он пошел к варварам и попросил, и насчет организации рынков, а святой Северин отказался, и когда эти жители настаивали, то святой Северин в ответ сказал что, так сказать, вот за то, что вы просите меня делать то, что я не хочу, вы будете уничтожены. Ну и так далее. Да, там городишко и авиака разорили варвары и герулы. Чудо, совершенное святым Северином, было в том, что он это предсказал, и так далее, и так далее. И, собственно, это документ такой редкой силы и пронзительности, потому что, конечно, первое, что в нем поражает, это такая мелочность и злопамятность Бога, никакой духовности, все прощения, милосердия, которым морочат голову более взыскательной публики, в этом Боге нет. Автор жития пишет для простаков, и его месседж просто как бревно. Вот Бог жития святого Северина существует только за тем, чтобы карать, обыкновенно смертью, причем через варваров, всех, кто хоть в чем-то перечил святому Северину. Обычно как-то список прегрешений, за которые Бог придает этих святотатцев смертью, он как-то поражает своей малостью, но непонятно, чем провинились жители городка, которые просили святого Северина поговорить с варварами на предмет поторговать. Второе, что поражает, это необыкновенная анархия, которая царит в римской провинции, потому что Норик вовсе не находится под властью какого-то одного варвара, он служит местом грабежей для любого желающего, для рогов, для алиманов, для тюрингов, для готов, для скиров и даже скамаров. Последние, кстати, вовсе не варвары, это просто шайки разбойников. А тут, кстати, не лишнее напомнить, что ведь король в этот момент не значит то, что он значит сейчас. Король — это просто военный вождь, то есть предводитель особо удачливой шайки разбойников. И вот короли в Норике есть, но королевства у них нет. И защиту вот этих разбойничек шайек на самом деле несложно организовать, но ни автору жития, ни жителям городов как-то это не приходит в голову. Вот для них варвары что-то вроде стихийного бедствия, вроде саранчи, или там неурожая. Оборудняться против этого бедствия можно только одним способом — молитвами Святого Северина, которым тоже как-то не приходит в голову воспользоваться своим авторитетом для организации противостояния варварам. И вот это, с моей точки зрения, самая важная, самая поразительная составляющая этого жития. Потому что если хотя бы пятая часть того, что рассказывает нам автор о Святом Северине, который при этом постоянно исцеляет всяких варварских королей и их сыновей, то перед нами человек, который благодаря своей сакральности имеет статус не только в глазах римлян, но и в глазах варваров. И, собственно, на этом основаны все его успехи. Он, очевидно, имеет среди варваров друзей, скорее всего, это люди, которых он вылечил, которые решили, что он их вылечил, они оповещают его на бегах, иногда они, вероятно, советуют ему вовремя убраться из какого-то городка, благодаря своему этому статусу он может выкупать пленных. И вот при этом ни разу Святой Северин не использует свое знание для организации отпора варваров, ну, практически ни разу, только для увеличения собственной власти и значимости. Изумительно есть по своей саморазоблачительности является еще одна история в этом житии, когда король Филетей осаждает городок Лариаку, это нынешний Энс, и Святой Северин отправляется на переговоры, и вместо того, чтобы отстоять городок, он договаривается с королем о том, что всех жителей уводят в полон, но передают их, передают при этом под контроль самого, под защиту самого Святого Северина. То есть, ток для жителей точно такой же, их уводят в полон, их расселяют в подвластных Филетей в городах на Дунае, я напоминаю, что Энс совсем не на Дунае, но при этом между ними и королем Ромов появляется еще одна инстанция, Святой Северин, который теперь за этих ребят отвечает. И вот, казалось бы, жители Норика должны сбунтоваться, потому что, ну что это за странный святой, который натравливает варварах на тех, кто скажет поперек ему хоть слово. Но дело обстоит противоположным образом, по крайней мере, согласно автору Жития, и в этом, собственно, и кроется главное чудо Святого Северина. Это чудо можно сформулировать очень просто, чем хуже, тем лучше. Вот представьте себе жителей Норика, испуганные, дрожащие, они сломленные, они живут в местности, которая еще совсем недавно, там, 50 лет назад была процветающей, не 50 уже, 70 уже лет назад была процветающей частью Римской империи, а сейчас просто это поле оперативной деятельности нескольких разбойничьих шаек. Вот этих людей очень много. Они не думают о каких-то абстрактных вещах, они думают о том, как выжить сегодня, придет варвар или нет, нагрянет саранча или нет, будет голод или нет. И Святой Северин предлагает простой ответ на этот вопрос. И чем страшнее, чем беспросветнее, чем ужаснее жизнь, тем больше надобности именно в Святом Северине. И вот, конечно, вы можете возразить, что житие Святого Северина это всего лишь один текст, сочиненный не очень умным человеком в очень страшную эпоху. Текст выдает желаемое за действительное, он преувеличивает уровень почтения, который жители этих городков впитали к Святому. Но дело в том, что то же самое с теми же результатами мы невооруженным глазом наблюдаем по всей Римской империи. Вот практически никто из отцов церкви в этот страшный для империи век не призывает народ к борьбе с варварами. При том, что они очень громко и все время призывают к борьбе с язычниками, с еретиками, с евреями. Вот ни следа в IV-V веке мы не видим той воинственной веры, которая вотушевляла крестовые походы. Северин это вам, не Жанна Дарк. Зато мы постоянно наблюдаем епископов, святых, монахов именно в этом качестве, в качестве посредника между варварами и римлянами, уважаемого в обеими сторонами, в том случае, даже если варвары, ариане и язычники. И, казалось бы, на первый взгляд, это какой-то вот контуитивный результат, контринтуитивный результат, потому что все-таки речь идет о Римской империи. Она простерлась от Испании до Дуная, от Британии до Африки, исключительно благодаря силе своего оружия. И вот невозможно не заметить, что эта 70-миллионная империя впервые капитулировала перед горской варваров ровно через год после того, как христианство было признано государственной религией. А в 381 году было христианство фессалонитийским эдиктом императором Феодосием признано государственной религией. Ровно через год он капитулировал перед готами, ограбившими Фракию, хотя, в общем-то, они не представляли перед собой никакой стратегической угрозы. Эти готы, которые стали самостоятельной армией на территории империи, они стали орудием, с помощью которого император Феодосий победил в двух гражданских войнах, уничтожив остальные армии Рима. Они очень быстро восстали, они впервые восстали в 387 году, они потом были прощены, они восстали снова через 8 лет в 395-м под руководством человека, которого звали Аларих, и после этого, собственно, в течение 15 лет этот человек, которого звали Аларих, он катался, как отвязавшаяся во время бочка по трюму империи, круша града, грабив провинции, пока не разграбил Рим, и каждый раз у двух достаточно бездарных людей, руководившим двумя половинками империи, он выпрашивал все новые должности, пока, как я уже сказала, не разграбил Рим. И вот, казалось бы, вот, при виде такого ужасного результата, что меньше, чем за 30 лет после капитуляции перед Готами и принятия христианства как государственной религии, был ограблен Рим, казалось бы, через, после 410-го года язычество должно было пережить возрождение. Ну, как это? Христианский бог не спасает. Вот, за 30 лет, которые он правит в империи, империя пришла в удивительно небывалое расстройство, непоправимое. А возрождение язычества, однако, не происходит, и та же самая толпа, которая совершенно не хочет вербоваться в войсках против варваров, она со вкусом, она с увлечением громит языческие крамы. И разгадка поведения толпы на самом деле очень понятна, потому что олимпийские боги это боги победы. Не случайно Диоклетиан, когда основывал заново Римскую империю, он выбрал себя и соправителю символом Юпитера и Геркулеса. Это боги, этим богам, чтобы главенствовать, надо побеждать. А христианскому богу побеждать не надо. Это нам за грехи. В годину смерти, в годину страданий, в годину гибели ничего не хочет так человек, чтобы все его страдания и гибель имели смысл. И христианство этот смысл дает. Вот все, кто спаслись, спаслись благодаря молитвам. Все, кто не спаслись, погибли, потому что молились недостаточно. А чем больше реальных врагов у империи, то есть варваров, тем больше христианские проповедники натравливают толпу на совсем других врагов. На евреев, на язычников, на еретиков. Чем больше население империи молится вместо того, чтобы воевать, чем больше оно гибнет, чем больше оно гибнет, тем больше они молятся. И христианские, мимо, оказываются совершенно деструктивным в том, что касается общества и государства. Но, естественно, как вирус, который размножается в организме, пока организм гибнет, он грандиозно разрастается сам. Отныне уже армия, руководят не вы начальники, а молитвы. Отныне Августа Пульхерия, руководящая империей в Новостоке, заявляет, что победы над персидской армией одерживаются благодаря ее девственной плеве. Отныне императоры не должны быть солдатами, они вполне могут быть женщинами, имбецилами, детьми. Отныне не надо ни работать, ни сражаться, надо только молиться и, разумеется, отдавать святым людям десятину, а вот тот, кто пытается собрать свой урожай в то время, как другие молятся в церкви, лишается урожая, а тот, кто кощунственно пытается сражаться в то время, как святой сказал бежать из города, лишится жизни. И вот я хочу вам обратить, что вот это страшная психологическая обратная связь. Чем хуже, тем лучше. Вот как в современном мире, в странах третьего мира, религиозный фанатизм и вера в собственную избранность, они крепнут по мере того, как страна рушится в пропасть. Точно так же в пропасть рушилась Римская империя, и чем больше она рушилась в пропасть, тем больше там становилось молитв, тем больше там становилось врагов, которые не являлись реальными врагами. Вот это я просто к тому, малое, конечно, утешение, что то, что происходит с Россией, но немножко в другом виде, немножко с другими психологическими мотивами, в то время привело к исчезновению одной из величайших цивилизаций, которая звала «История», потому что, да, можно бы сравнить, конечно, происходящее в России с другими цивилизациями, вернее, с другими культурами, с другими странами, с той же самой Латинской Америкой, потому что, вроде, нельзя никак происходящее в России сравнить с тем, что было при Сталине, потому что это совершенно другое время и совершенно другая типология. Но я хочу обратить ваше внимание вот ровно на то, что насколько сильно нуждается власть в отмазке, когда она не может удержать страну, и насколько часто такой отмазкой является религиозность, является создание фиктивных врагов, является вот это самая главная и самая печальная психологическая особенность человека, что когда он видит, как вокруг него все плохо, он хочет, чтобы его страдания имели какой-то смысл. Вот в этом смысле бедные жители провинции Норик и россияне, которые сейчас видят, как в магазинах все становится дороже, вот им очень хочется, чтобы страдания имели смысл, и они имеют смысл, если, оказывается, благодаря этому Россия имеет высокую духовность, оказывается, это не просто глупость нашего правительства, а оказывается, это результат от действий врагов, которые боятся, что Россия встанет с колен, и в этом смысле, конечно, то, как я уже сказала, то, как устроена сейчас Россия, принципиально не похоже на то, как была устроена Советский Союз, потому что Советский Союз у него было светлое будущее, а у нас есть великое прошлое, и это две разные вещи, а Советский Союз хотел завоевать весь мир, а мы на самом деле совершенно точно не хотим завоевать весь мир, потому что иначе не будет где лечиться Кобзону, и не будет где Лалите Милявской, которая так рада с продовольственным санкцием покупать аппаратуру для иностранную для своих выступлений, а мы просто хотим говорить своему населению, что сейчас весь мир завоюет нас. Это немножко другая история. Советский Союз пытался строить грандиозную промышленность и даже создавать грандиозную науку. У него это вследствие командных методов плохо получалось, но тем не менее в Советском Союзе было грандиозное количество интеллектуальной элиты, а сейчас наоборот. Чем меньше интеллектуальной элиты, тем лучше, кто не хочет оставаться в России, тем скатертью дорожка, чем больше мозгов уедет, тем проще будет править оставшимися. То есть, если Советский Союз пытался создать действительно могучую коммунистическую антиутопию, могучую коммунистическую антиутопию, то нынешние просто они хотят как-то править страной, насколько это у них может получиться. И в этом смысле, к сожалению, нынешняя типологическая Россия мало отличается от достаточно слабых латиноамериканских диктатур, которые вполне опираются на большинство народа. И вот это еще одна очень интересная вещь, которая очень сильно отличает, мне кажется, нынешний режим от того, что было в 30-х годах, что в 30-х годах не только Сталин, но и многие другие считали, что единомыслие должно быть стопроцентное. Они очень боялись хоть какого-то диссидента. А в нынешнем обществе возможно это связано с тем, что сейчас все-таки экономика, даже когда она очень находится в плохом состоянии, массовое производство достигло такого размера, что все равно можно обеспечить базовые потребности населения даже при очень плохом состоянии экономики. И вот нынешние считают, что вполне достаточно опираться на большинство, а меньшинство, ну мало ли что оно говорит. В этом смысле и это очень устойчивый режим, потому что ну вот да вот там 15% населения или кто не поддерживает нынешний кремлевский курс. Ну и что такое 15%? И можно спокойно даже идти на выборы и сказать, что на этих выборах они явственно проиграют. Другое дело, что их все равно на выборы не пускают. Но это уже немножко другая история. А фокус заключается в том, что не надо стопроцентной диктатуры. Достаточно вот такой вот мягкой власти и достаточно опираться, вполне реально опираться на большинство. 985-970-45-45-45. И пожалуй единственное о чем я еще хотела сказать. Это о замечательной истории, в которой сначала господин Ткачев, министр сельского хозяйства, признал ограничить количество поголовья скота, содержащиеся в личных подсобных хозяйствах, и вообще их ограничить, а то они налогов не платят. Потом это предложение поддержал господин Медведев. Заметим, что у нас господин Ткачева, бывшего губернатора Кубани, неоднократно называли крупнейшим землевладельцем Европы и США. И значит получается, что человек, которого называют крупнейшим землевладельцем Европы и США, хочет, чтобы маленькие землевладельцы не мешали большим. Он говорит, что они не платят налоги. Вот при этом те же самые люди накануне или до этого говорят, что агробизнес у нас не может существовать без субсидий. То есть ау, а как же личное подсобное хозяйство, они же не получают субсидий. Те же самые люди сначала требуют запретить других крестьян, а потом говорят, а теперь давайте нам субсидии. Ребята, а может давайте как-то зачтемся, но давайте тогда сельского хозяйства вообще налоги снимем. Вы не будете платить, и они не будут платить, как они не платили, но вы еще не будете получать субсидий. Вот заметьте, что у нас в России проражала удивительная вещь. Если вы проедете на запад, вы увидите, что в общем-то 90% фермерских хозяйств, это именно фермерские хозяйства, это землевладельцы, не очень крупные, и вы увидите все время обработанные земли, вы увидите небольшое количество хуторов или деревень, землю, которая несет очень высокую сельскохозяйственную нагрузку, с одной стороны, потому что обработано все, что можно, всякий косогор, но одновременно небольшую человеческую нагрузку, потому что не очень много людей живет на деревне. У нас вы увидите наоборот, что довольно много людей продолжает жить на деревне, у них там нет работы, а с другой стороны, то есть очень высокая человеческая нагрузка на эти земли, а с другой стороны, вы увидите массу необработанной земли, И мы не заметили, как у нас на Земле тоже сложилась монополия Так же, как она у нас сложилась с Газпромом, с информацией, с чем угодно У нас есть гигантские землевладельцы, у нас они получают субсидии И когда они говорят, что на Западе, мол, есть тоже субсидии, они лукавят Потому что на Западе субсидии получают Я не говорю, что это плохо или хорошо, это плохо Но на Западе субсидии получают небольшие фермеры Это очень, на самом деле, неплохо быть фермером на Западе Так вот, мне кажется, что то, что эта инициатива развивается И Путин ее не останавливал Вернуться проверкам и потерять возможность что-то производить Видимо, Владимир Владимирович и не волнует Всего лучшего, до встречи через неделю Саня, мы вылетаем на 40 секунд Ты тоже можешь вылететь, до 4 ты можешь делать Хорошо? Ой, а голова у меня болит Голова болит Все, все